Иначе благодать не была Божьей благодатью, а если по делам, да это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Человек, если дома считает это место, он просто проскочит его, повторяется сейчас это слово благодать. Сегодня знаешь благодать где? Подойти к священнику и получить благодать. И священники этим играют. Он не умучится. Вот я разговариваю с священником, как правило, их отмечает особая какая-то тупость, снобительность, то есть превозношение какими-то знаниями. Разговариваешь, никаких знаний нет. Случайно встречается. Есть только священников. Как они? Будто бы от одного матери до одного отца. Писания совершенно не знают. Но ему сказали, когда на него епископ подложил руки, на нем благодать. И он этой благодатью играет, и баба их держит в полном повиновении. А я тебя не благослову, не причастишься. А не причастишься, в ранний попадешь. Простая схема. И он что попало? Творит, и все это под благодатью, под покром благодати. Я занимаюсь в священном писании сорок шесть лет. Неперывно. Когда я в академии рассказал, духовно, сколько я занимаюсь, этого никто нигде, может быть, даже в стране не занимается. Я ничем не связанным. У меня минимум четырнадцать часов в день я отдаю этому делу. Это сорок шесть лет. И я нигде не нашел на то, чтобы благодать именно в этом смысле говорилось. Вот священник благословит, значит, благодать. Его епископ не благословил со мной встречаться. Благодати нет. Я живу около храма, приглашаю настоятеля. Зайдем хоть раз, посидим по беседам. Епископ не благословил, это будет неблагодатно. Голубы возле храма, все загадили, это двинник в сторону. Нельзя, благодать какая-то. В навозе, в победе. Полное огурение совершенно, и этого никто не видит. Полная абсолютная слепота, не святая, а слепая руси. Апостол Павел говорит о благодати, которая сошла с неба. Прямо на человека. Совершенно священники тут и ни при чем. Он таинство совершает. Для этого и назначено. Его задача проповедовать. Все царство небесное уподобляется закваске. Ну, закваска у вас бывает дома. Ну, понятно, ты любую девочку можешь учить. Которую взяла женщина и положила в три меры муки. Ну, три меры, три ведра, там, три стакана, три чашки. Ну, какую-то меру создает. Все. Это самая короткая притча Христа. 13.33, Евангелие, Матфея. Чего тут не понимать-то? А теперь только развесение надо дать. А что это закваска? Закваска это злово Божие, злово, язык. Потому что вера в человеке зарождается от слышания. Не от икон. От слышания. Ну, глазами можно прочитать. От слышания от чего? Не от снов. Не тонких, не толстых. От Слова Божия. И мы никуда не вывернем. Только сюда все люди будем подбивать и подбивать. Благодать дается Богу. Это означает благо данное дар. Люди от времени совершенно. Квартира, туалет теплый. Благодать такая. Это каждый почти знает, что такое благодать. А когда разбираешься, и архиереи не знают этого. Благодать это Христос. Это дар, дарованное спасение, улучение Христа. Христос умер за нас. Но ты родился, ты это понял, что ты родился? Понял. А наши черточки после даты рождения, дата смерти рано или поздно наступит. Мы в круговой год проживаем 365 дней. И каждый год мы встречаемся с какой-то датой, с какой-то, в которой будет помешано после этой черты рождения. Умер такого-то числа. И мы каждый год на эту дату развлекаемся. Что-то у нас особое бывает. Какой-то толчок, звонок, щелчок в душе. Мы не понимаем, что это такое, что ты необычная. Видел, вздрогнул. Это означает, ты встречаешься с тем днем, когда ты отойдешь из этой жизни. С чем мы отойдем? И вся жизнь, конечно, на счете направлена к тому, имеем ли мы жизнь вечную. А если не имеем? У человека два положения, вверх и вниз. Ват или в рай. Другого нет. А я не хочу ни в рай, ни ват. Я проглачу 10 атомную бомбу, взорвет и меня не будет. Бог заново соберет. Некоторые сейчас отдают большие деньги, для того, чтобы их сожгли, а правь запустили в космос и разберили. Деньги платят. Огромные деньги. Бог соберет из космоса. Если Бог из ничего, а не словом, ни одной молекулы не было, сказал он, мир явился, планеты полетели, миллиарды галактик, которые неведомые нам, которые ни один телескоп, и однако радиоволна не достигает. Они есть где-то, в бесконечности. Если все вот эти галактики разложить на молекулы, на граммы, на атомы, и херонорк, определенное число должно быть. Мучение человека после жизни нет конца, оно бесовечное. Меня это потрясало, вот с таких лет, когда было лет пять еще. Как это? Где-то конец должен быть? Никогда. Как это понимать? Это вечности откроется. Но сегодня ты пойми, устрашивай. Бойся Бога и за Боги его соблюдай. В этом все ты человек. Вот у нас на синий написано. И вот Господь, видя, что человеку невозможно спастись, посылает на землю Сына Своего, Иисуса Христа. Не по делам. А я грешен, я такой. Не имеет никакой разницы, грешен ты или святой. Все вы грешены. Все загрешили, все до одного лишены славы Божьей. Благодать в смысле данное, даром спасения во Христе Иисусе. Все другого значения нет. Благодать. Благо. Благо это добро. Это хорошо, которое Бог дал. В первом послании к Коринфянам, 15-10. Апостол Павел повторяет. Но благодатью Божией есть то, что есть. Благодать его во мне не была тщетная. Но я более всех потрудился. Не я, впрочем. А благодать Божия, которая со мной. Для человека тайна. Как так? Вот я говорю, слова соединяются. Я произношу язык в органах. Нагнулся зубы здесь. Из горта не сдал этот звук. Пролетело по воздуху. Ты услышал, пустил в себя. А вот это первая мера муки женщины. Попала тебе в уши. Вот первую меру я тебе заквасил. Все. А вторая мера. Да пусти на сердце. Попроси у Бога веры. Чтобы каждое слово, которое сейчас ты слышишь, оно проникло. А вот на третью меру, там, приложу усилия, чтобы от сердца распространилось тебе на язык, на уши, на руки. Все будет христианское. Все пропитано. Три меры муки взяли в тебе. Первая, это благодать призывающая. Вот она призывает, вот я говорю. Вторая, это благодать обращающая. Призывающая. Я по благодати, если бы я таким не был, как бы не Христос. Паэл говорит, что не я, но благодать Божия, которая со мной. Она написала эти послания. Не я сам, но Бог меня побудил с утра думать. Молись, как бы так сказать, Господи, чтобы вы уши-то развязали. Чтобы вы услышали меня. Это благодать Божия сделает. Ты молись. Благодать обращающая. Обрати сердце к тому, что сейчас ты слышишь. А уже дома проси у Бога и благодать освящающая. Через священника подойди, благословись. Помолись за меня, батюшка. У меня сил не хватает. Вот сплю долго. Вот не воздерживает еде. Не воздерживает в словах. Ну, во всем. Помоги мне. Благодать, которая на священнике освящающая. Она отсутствует сегодня здесь. Но она присутствует через Христа. Хотя бы священник, как не было, Бог в стороне спасет. Во втором послании Тимофея 1.9. Читаем. Спавшего нас и призвавшего званием святым, не по делам наших, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Все разъяснено. Это благодать так делается. Данная нам во Христе Иисусе. Даже ни одного священника на земле не будет, а благодать во Христе Иисусе остается. Но Бог так устроил, что церковь создал. А в церкви священникам и епископов. И они-то не сами по себе пугать этой благодатью. А ну я тебя отлучу, а нам не предам. Да ничего ты не можешь сделать со мной. Я послал Божию, потому что делаю. А тебя Бог сбросит и тебя не будет. Вот что ты должна сказать. Тоже благодатью надбивался каяхой. А Господь им сказал, ну он ваш вкус. Жертвы, греки, кровь, все пустое, ничего там уже нет. Многие сегодня храмы пустые, там ничего нет. Потому что не по слову Божьей все делается. Второзаконие 9.4.6. Когда будете сгонять их, Господь Бог твой, когда в другую страну будете заходить, завоевывать. От лица твоего. Не говори в сердце твоем, что за правильность мою привел меня Господь овладеть землею. И что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за правильность мою. Ибо ты народ жестоковыйный. Вот что у нас есть, это не потому что мы хорошие. Мы грешники. Мы жестоковыйные. Одно и то же, долгий же не можешь сдвинуть. Златоуст непрерывно говорил тогда о клятве. И клялись на каждом шоу. В храм не заходите, не оскверняйте. На базаре продает уже протухшие. И говорит, это-то свежая. Я рыбу только сейчас из сети вытащил. Свежие китайцы продают. У него все в бассейну. Подводят тебя и покажут. Тебе какую рыбу поймать? Тут же с очком ловят и кладет перед тебе на тарелку. Вот как свежая. У нас в езде одна луж. Куда ни кинь. Бересворщица, переноценка. Все чиновники, журцы, обманщики. Уживые законы придумывают. Почему? Потому что благодать не коснулась ни ушей, ни сердца, ни на руки, никуда. Поэтому руки пишут лживые. Язык говорит скверные слова. Уши слушают скверну. Глаза смотрят пакость и всякие телевизоры. Выключите, не отравляйте детей. Я вам показывал, у мусульман спрашивали, как музыка. А она отвечает, отвечает харам. Это означает проклятие. Они отвергнутся в музыку. Мусульман еще не потеряли. У нас говорят алкоголь, градуса. Они называют шайтами кровь. А черного это кровь. Вот и все. Они намного гудрее нас. Нам еще на мусульманы идти и идти. А они не дашьли даже до евреев, до Ветхого Завета. Подумайте, а где мы находимся? Это ведь я рассказывал нам уже, рассказываю. Матушка, лунгер, батюшка. У женщины живут почти на 14 лет у нас. Больше в России. И она о нем молилась. Покажи, Господи, где он всю жизнь трудился. В храме был. Не пил. Не гулял. Мнение изменял. В каком месте враилы он находится? И наконец Бог я открыл. Он в огне стоит. А одна голова только над огнем. И кричит, воды и воды. Она так ахмала. Да почему же ты здесь находишься? Да потому что я не проповедовал. Я не учил народ Божий. Мои люди разбрелись. В революции, в коммунисты, везде пошли. Да мне такой, говорит, голова здесь. А каково нашему епископу? Я на голове его стою. Вот здесь и думаем. Да, это рассказы. Да, это видение. Но смысл здесь очень большой заложен. Ефесянам 24.9. Бог богатый милостью. По своей великой любви, который возлюбил нас, и нас мертвы по преступлениям, а когда борился Христом, благодать его спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы стоим в храме. Мы лежим дома на кровати. Нет, мы на небесах. И все, между благодатью, данным Богом и мной, ничего нету, никого. Люди сегодня этого не понимают. На каждом шагу батюшка, батюшка бегут к нему, а священник не благословил. Мы собираемся слово Божие читать. Нет, батюшка не благословил, он сказал, нельзя. Все, они не пойдут. Придумали послушание. И слушается настоятелем, как Богом. А знатозгарь, смотри, вместо наставника, пастыря, не избери волка. Ибо многие придут под именем моим. И многих увлекут за собою. И будут говорить приуратно, извращенно. И причина одна, чтобы увлечь за собою, чтобы его скушали, кормили, боили. И здесь мы считаем, Бог возлюбил нас, это благодать его. Мы были мертвы по преступлениям, и он нас воскресил, это благодать. Вот сегодня в храм люди будут приходить, и только знать, спас. Второй спас. Вот это то-то нужно делать, вот есть то-то, и все, то с яблоками, то с медом. Все связано с языком. Я буду говорить об этом еще раз сегодня. Что в преображении самое главное? Христос преобразовался, так никакого значения не имеет. Это ему нормальное состояние. А то, что в плоти человеческой было, он не светился, это не нормально. Это он по благодати принял зрак раба, унизил себя. Чтобы мы не сгорели в огне пламениющем. А что он преобразился, он показал, какой он царь с небесом. Вот его нормальное состояние, он такой, там и есть. У нас все перевернулось в глазах. Самое-то главное, это то, что отец сказал о нем. Это сегодня никакой роли не играет. А отец что-то сказал о нем, ученикам. И они это не поняли. Отец им в уши вложил слова. Заговорился. Слушайте его. На нем мое благоволение. Христа слушать надо. Питаю считать надо. Вот смысл сегодняшнего празднования. А преображение Христа никакой роли вообще не играет здесь. Он через преображение только подвел голос у отца. Для этого и повел. И вдруг облако ушло. Сияние от Христа отошло. Пошли на землю. Ведь так было. Обращает ли на это внимание? Да никакого. Вы слышали? Отец небесный Бог Иегова что сказал о Христе? Вот это главное надо говорить людям. Вы слышали, кого слушать? Вы сейчас придете домой. Спященник бы сказал. Слушайте, что отец сказал. А отец сказал через Слово Божие. Все писание Бога Духновенное. Все писание писано святыми и Божьими человеками. И все писание написано людьми, у которых руки двигались. Но они движены были Духом Святым. Это Петр понял, он это принес. Когда от велелепной славы, говорит, принесся глаз. Потом он вспоминает эту славу, а все-таки упор делает на голос. Бог сказал, слушайте его. Христа слушать. Ни батюшку, который может ничего не знает. Ни архиерея, ни папу римского. Ни патриарха. Если слова их не сходятся с Библией. Голландам 2.21. Павел говорит, не отвергай благодати Божией. А если закон о оправдании во Христе, то Христос напрасно умеет. Ни от того, как пальцы сложишь. Ни от того, что ты делаешь. Это только подтверждение веры твоей. Ни от добрых дел нет. Ни от законных дел. По закону мы должны быть добрыми. Любить, помогать, сострадать. Собою жертвовать. Но мы спасаемся не этим. Мы спасаемся жертвой Иисуса Христа. За меня умер Христос. Кровь у Иисуса Христа обывает от всякого греха. Повторяю это постоянно. Мы спасены кровью Христа. Мы движены от благодати Духа Святого. И между нами никого нет. Никакого цензора. Никакого попа. Бог его назначил для того, чтобы вы совершили таинство. Я пришел. Чтобы он был доставником, вел меня. Послание Криминам 3.27. Где же одно, чем вы хвалитесь? Уничтожено. Каким законам? Законом дел? Нет. Но законом веры, благодати. Хвалиться нечем. Что бы у тебя ни было. Люди сегодня собираются и начинают рассказывать, как у них хорошо, какой опыт. Вот, сегодня говорят, нормальный урожай будет. Вот-вот уже у нас просеянут. Минимум 60 центов с гектаров. И он собирается, рассуждает. Да хоть закорми человека. Внезапно вспыхнул он на юге. Перехинется здесь за травой. Все сгорит и взорвется. Считаешь, газеты страшно делаются. Одного Бога убивают рядом, садится на то же самое место. На то же самое. Если здесь Бог убил и показал, что отступление от Бога грозит опасность, и революция случилась до того, что не знали Библию, и как это не понять. Ничего об этом нет. Большие речи, считаю, выступления, духовные лица. О Христе в Библии вообще ничего нет. О традиции, народные. В русском народе это испахан. И это было, да, было. А куда все привело? Рим. 3.28. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою. Верой независимо от дел. Рим. 4.4. Вознаяние делающего меняется не по милости, но по длогу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его меняется в праведность. Это 5 стих. Риминам нужно было это доказывать. Потому что там много было евреев. Они все сцеплялись то за городом, то за что. Вот в этом спасении. Надо это все. Но это не первое место. Это доказательство того, что я верю. Поверь в свои, я не евреюсь. Поверь в поиску мне. Поверь в Христа, я молюсь. Молитва это углубленность. Приходите в храм, никуда в окна не заглядывайте. Смотри в отреки, опусти голову. Все что-то рассматривайте. Себя рассматривайте. 7 минут, которые у нас перед богослужением молчали, а до углубления у самого себя опутишься. Что было? Прости, Господи. Мы за столом сидим больше, чем молимся. Прости, Владыка. И эту неделю я прожил далеко не так, как должно. Помилуй меня, Господи. Говорят, время – деньги. Это обман. Никогда не верьте этому. Деньги, потерянные, можем возвратить и даже больше. А человеку отмеренное время нельзя не добавить никак. Я вам говорил, что если человеку 70 лет, это 2,2 миллиарда секунд. И ни одной секунды больше не будет. Бог назначил. За грехи отнимает жизнь, бывает. За праведность может продлить жизнь. До 70 лет еще не доживешь. Если Бог продляет жизнь секунд, они дали для того, чтобы славил Бога. Передал другим опыт. Большой опыт. Они не знают этого. Передай им. Скажи хорошо тому, кто знает Христа. Кто ежедневно углубляется в Слово Божие. Он будет, как дерево, посаженное при потоках вод. И листь его не вянет. И все, что не начнет, успеет. Почему некоторые не успевают? Потому что в храм не идут, золотовы, говорят. Идите в храм, все успеете. Садись за Библией. Ты видишь, не успеваешь, дело развалится. Открой Библию, почитай. Хотя бы 5 минут. Призови детей, которые около тебя. Встань на колени. Римлянам 5,20. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. Раз закон есть, стали нарушать. Закона не было, нарушения не было. Вот у нас материалки сейчас выставили знаки, которые стоят на дорогах. На каждом шагу будет нарушение. Не больше 5 километров ехать. Пыль, чтобы не поднимать. А когда надписи не было, нарушения никакого не было. Я просил сделать, чтобы остановка здесь была. Здесь дети идут в школу. Так и не сделали. Ну не считай, батюшка за мной насыпал. Говорит, это лежащий полицейский мой. Ледость наша. А закон пришел, закон-то нам дан Бога. Вот поэтому на каждом шагу мы видим, и здесь не так, и здесь не так. 21 стих. «Дабы как грех старшего смерти, так и благодать восстарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Где благодать? Во Христе Иисусе. Благодать – это избавление от грешней жизни. Бог меняет все. Преображение внутри человека идет от благодати Духа Святого. А если ты тогда был такой, и сегодня ничего не изменилось. Верующий человек за событиями просматривает потаенную сторону. А как это будет дальше в детстве? Любую болячку свою. Почему болят ноги? Куда внуши не ходил? Ходил, я говорю, спрашиваю себе на танцплощадку. Ходил, ну и поэтому не си, а то ей, ну и что сходишь теперь? Глаза больные. Куда смотрела глазами-то? Телевизор прожег все. И не удивляйтесь, что половина в очках. Ты, благодаря Богу, еще хоть дорогу домой находишь. Что бы с тобой ни случилось, во всем находи прежнее. А это любовь, Боже. Это он по благодати не дает. Это все его благодати. Послание 5.3.5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. А по своей милости, в бане возрождения и обновления Святых Духов. Обновление это и есть преображение. Сегодня церковь отмечает этот праздник. Есть в нас это преображение или нет? Я смотрю на российскую историю, как на Уси было. Понятия о преображении никакого не было. Искали только во внешнем. Храмы, непрерывные монастыри. А люди те же самые. Дал оброк, что-то случилось с несчастьем. Я даю оброк, пешком сходить в Иерусалим. А другие еще дальше шли. Даже до Иерусалима доходили. Шли на Афон. Ну, конечно, не у каждого. Но в семье желательно было, чтобы один ушел в монахи. И тогда все семьи он отмолит. Это совершенно новая вера. Никакого отношения к Евангелии не имеют. По Евангелии беда никакая случилась. Дай Богу обет. К этому больше я не прикоснусь. Господи. Куда я шел? Что со мной было? Я сижу один, вспомню. Что делал в жизни? Зайкнул с фашистиком плакать и скалять на неставать. Глаза бы не открывал никогда. Как я мог это сделать? А благодать не косталось сердца. Ты сделаешь еще, Боже. Благо не смертный грех. Никого не убил. Не сносили, что ничего не было. А все рядом шло. Прям по кромке Бог провел. Единственное, от Отца я знал, что коммунисты и прочие это звери. И что они сделали? Потому что отец в меня вложил вот это расплачивание. У меня другого я не знал. В меня родители не вложили то, что по благодати Господь меня терпит. Я этого не знал. Во мне все было бы другое. И более всего я тоскую о том, что это преображение у меня не случилось раньше. Не в три года, а в 23 только. И сколько же у меня зря потеряно было времени в году. Я провел столько ненужного времени. Там дрессировка собак занимался, ходил. Вообще не так. Бог хранил от грехов. Но все это было мертвым. И в этот праздник, который назначен церковью, искусственным, его не было в первые века. И все-таки мы примем его для себя. У нас десятый день. У нас принято не работать. Поглублюсь сегодня в Священное Писание. Придете сегодня, откройте место Писания. Я советую сегодня, почитайте Евгесиаста. И он всюду говорит, все, да, супер. А вот самое главное для человека. И это вложить их детей, чтобы они преобразовались. И ты внутренне порадовался бы. В словах твоих занесли плод. Благодать обращающая сделала их другими. Аминь. Спасибо.